Всем привет! И мы продолжаем игру Болотная Атака 2. И сегодня у нас новые миссии. В прошлых частях нам удалось пройти первый и второй эпизод и 15 миссий третьего эпизода. Кроме того, несколько подписчиков попросили, чтобы я взял их героев для сражений. У нас их уже десятер. Итак, давайте-ка посмотрим, кто что написал. Подписчик с ником СуперДем попросил, чтобы я взял на 16 уровень Ларри. А подписчик с ником Алексей Самойлов попросил, чтобы я взял на 20 уровень Вея. Что ж, без проблем. Давайте-ка посмотрим, что у нас делается с Ларри. Довольно-таки интересный персонаж. В прошлой части удалось прокачать ему вот эту морозострел, морозную пушку. Надеюсь, с ней он справится гораздо лучше. Кроме того, есть крутой винтовочный гранатомет. Надеюсь, он тоже нам поможет. Кстати, более подробную информацию о Ларри мы можем просто прочесть на зажавную стрелку. Итак, кто он? Шурин Джо. У Ларри стальные нервы, ведь он долгие годы провел за рулем грузовика с ржавыми тормозами. Ну что ж, я активирую этого героя и идем в 16 миссию. Кстати, в магазине можно будет подкупить вот несколько карточек для улучшения этого героя. Правда, этого не хватит, чтобы его прокачать. Ну что ж, потом докупим остальным героям карточки. Ну а пока давайте-ка пойдем. Итак, мы далеко зашли. Называется эта миссия. И давайте-ка я сразу же попробую заморозить вот эту сову. Очень опасный монстр. Ой-ой-ой, итак, надо замораживать крокодилов. Ах ты вредненно. Смотрите, что творят. Да, удалось их немножко заморозить. Кстати, выпускаем, выбиваем курицу. Пытаемся заморозить оставшихся монстров. Вот, кстати, давайте-ка я перейду на вот этот пулемет. Гранатомет, надеюсь, он нам как-то лучше поможет. Итак, вредная сапова выпустила свою ракету. Ой-ой-ой, друзья, смотрите, что творят. Я вижу, без ледомета никак не обойтись. Ой-ой-ой. Итак, нам нужна вот эта бомба. Давайте-ка я ее шуфастую брошу. Так, очень жесткий. Очень жесткий бой. А вот недостаточно все-таки прокачан герой. Вот немножко пытается заморозить всех монстров. И, к сожалению, друзья, у него не хватает сил. Недостаточно, недостаточно он прокачан. Вот, но благодаря гемам мне удалось как-то отбиться. Вот, воскресить, восстановить нашего героя. Но все-таки, как видите, здесь все очень жестко. Итак, удалось вот выбить лиса. Кстати, лис выпускает довольно-таки серьезное оружие. Вот кур с петардой. Петардой в одном месте, который подрывает нашего героя. Итак, пока как-то удалось отбиться. Замораживаем сову на лету. Вот и пытаемся отбиться от оставшейся. Да, вот нужно заморозить. Не успел, друзья. Не успел. И вредная сова сняла часть жизни с нашего героя. И да, у меня восстановилась бомба. Сейчас попробуем заморозить курицу. Ничего себе, смотрите. Как, друзья, забавно. Буквально в последний момент удалось заморозить гусь, курицу. Жизнь нашего героя проседает. Нужно что-то делать. Нужно что-то делать. Росомаки наносят довольно-таки серьезный урон. Подрывает нашего курицу. Курицу. Есть, есть. Нужно выбивать лиса. Есть бомба. Давайте-ка я брошу. Попробую выбить оставшихся врагов. Ну и еще несколько зарядов. Давай. Ага, друзья, у меня закончились патроны. Закончились патроны к легимету. Вот. Итак, выбиваем курицу. Ну давай, дружище. И ничего себе, друзья. У меня закончились патроны. У меня закончились патроны ко всему. Вот. Нужно жесть. Просто-просто жесть. Итак, пришлось потратить кристаллы. Вот. Осталось врагов. Ага, вот дали нам бонусные патроны. Вот. Надеюсь, их хватит, чтобы добить оставшихся монстров. Вот. Добиваем лиса и добиваем росомаку. Итак. Пришлось потратить целую кучу кристаллов. Очень, конечно же, жаль. Но по-другому здесь было никак. Итак. Уровень пройден. Хотя, вот, довольно-таки опасно. Вот, довольно-таки необычно это все у нас получилось. Что ж. Давайте-ка я докуплю с магазина оставшиеся карточки. И надеюсь, что остальные герои себя поведут намного лучше. Итак. Бой получился довольно-таки жесткий. Необычный. И да, нам удалось взять вот несколько карточек для соседа Вилли, для дедушки Сони. Вот. Сыграли на три светлячка, что, конечно же, очень здорово и круто. Что ж, друзья. Вот. Не порадовал. Не порадовал нас герой. Кстати, у нас есть, да, друзья, есть возможность прокачать дедушку Сони на новый уровень. Ну и давайте-ка я с магазина докуплю карточки для Мао, бабули. Вот. Для Пеппер, для Сварщика и для дяди Волосача. Вот. Надеюсь, это нам поможет в следующих битвах. Ну и сразу же, друзья, давайте-ка я прокачаю дедушку Сони. Вот. Кстати, надеюсь, что у него появится какое-то крутое оружие. Итак. Ага, друзья, не туда нажал. Прошу прощения. Итак. Да. Кстати, у дедушки Сони что-то интересное откроется. Давайте-ка посмотрим. Итак. На восьмом уровне открывается у дедушки Сони какое-то оружие. Ага. Это воздушный удар. Кроме того, все оставшиеся характеристики довольно-таки здорово возрастают. Ну, конечно же, наиболее рад я этому огненному гранатомету. Вот. Ледяной замораживающей бомбе и винтовке. Ну, будем как-то пытаться отбиваться. Ну, и причем еще воздушный удар. Надеюсь, нам тоже поможет. Что ж. Активируем героя. И идем в семнадцатую миссию. Надеюсь, что он себя... Итак. Дедуля сразу же пытается отстрелить крокодилов. Вот, кстати, неплохо у него получается. Но дальше нужно уже подключать гранатомет. Иначе он не справится. О. Кстати, круто. Довольно-таки эффективен оказался этот огненный гранатомет. Смотрите, как он круто крушит... Вот. Крошит буквально крокодилов. Вот. Ах ты, вредные. Смотрите, что творят эти росомахи. Из автоматов, из АК, пытаются пострелить нашего дедуля. Есть, кстати, замораживающая бомба. Давайте-ка сразу же нитнем. Вот. Удалось уничтожить часть крокодилов. Но как-то очень слабенько. Ага, друзья. Вот. Этот огненный гранатомет, он, скорее всего, размораживает крокодилов. Вот. Поэтому им опасно заниматься. Кстати, давайте-ка сразу же попробую уничтожить часть росомах. Ой. Жестко, жестко. Просто жесть. Но, в принципе, вы видите, дедуля оказался довольно-таки эффективен. Вот. Намного лучше сражаться. Кстати, только обратил внимание, что у него трусы с сердечками. Но дедуля оказался молодец. Вот. Просто супер. Ну что ж. Просто шутя отбился от этой волны. Вот. Как первая миссия не задалась. Вот. Но вторую Сони сыграл очень круто. Что ж. Будем надеяться, что будем выбивать классные карточки и немного улучшим героев. Да. Если буду улучшать героя, сразу же буду стараться брать его в битву. Итак. Что здесь у нас бонус за серию побед? Это монетки. Это улучшение для Пеппер. Это карточки для Фроста. Вот. Маловато. Для улучшения никого. Как бы не попадет. Но как бы не критично. Что ж, друзья. Кого бы взять в восемнадцатую миссию? Для двадцатых подписчик попросил вот этого дедушку Вэя. Я его пока не буду трогать. Вот. Возьмем его в финальную миссию. Ну а сейчас давайте-ка я возьму кого-то из самых крутых героев. Кстати, давайте-ка я возьму дядю Волосача. Вот. Один из любимых моих персонажей. Ну а вы, конечно же, пишите в отзывах, комментариях, кого из героев хотите увидеть в миссии. Я их с удовольствием возьму. Кстати, у дяди Волосача очень крутое оружие, которое мне нравится. Трехствольный гробовик. Кроме того, противотанковое ружье. Винтовка, которая довольно-таки тоже эффективна. Плюс напал. И огненная гранд-бомба. Вообще, кстати, очень много с огнем связанных у него вики бомб. Надеюсь, это нам поможет отбиться в восемнадцатой миссии. Ну что ж, вперед. Итак, дедушь, дядя Волосач, я надеюсь, что ты справишься. Итак, сразу же вот бьем в бочку. Ох, а в ней оказалась крыса. Итак, давай, дружище. Ой-ой-ой. Итак, что-то пошло не так. Я надеялся, что как-то это... Давайте я, наверное, переключусь на дробовик. Ага, кстати, удалось на лету сбить вот ракету совы. Вы обратили внимание? Кстати, я рассчитывал на лучшие. Итак, давайте комитнем вот эту бомбу огненную. Попробую. Ох, я в шоке. Смотрите, как уходит жизнь. Как уходит жизнь нашего героя. Вот просто-просто жесть. Просто-просто жесть. Надо добивать сову. Вот надо-надо... Да, вот удалось на лету сбить бомбу. Вот нельзя позволять уже врагам подходить в ближний бой. Итак, бросаем напалмовую бомбу. Выбиваем крыс. Вот пытаясь их уничтожить. Ах, вы вредили. Итак, жизни практически не осталось. Ой-ой-ой, друзья. Итак, надо-надо-надо выбивать ракету. Я просто в шоке. Вот две напалмовые бомбы сразу же бомбардируем. Вот. И, к сожалению, очень быстро ушла жизнь дяди волосача. Но я надеюсь, что все-таки мы попробуем отбиться. А что творят? Что творят совы? Вот чудом отбиваемся. Ну, в принципе, друзья, это победа. Это победа. У нас осталось довольно-таки много жизней. Сейчас собьем сову. Вот, кстати, молодец. Вот благодаря своему трехствольному дробовику удалось на лету сбивать сов. Но все же пришлось потратить жизнь. Несколько кристалликов, чтобы восстановиться. Что ж, обидно-досадно. Ну, ладно, играем дальше. Дядя, в принципе, себя неплохо показал. Вот победа на три светлячка. И мы идем с вами дальше. Итак, не все так получилось, как я хотел. И да, друзья, есть улучшение для бабули Мао. Улучшение для Ларри. Ну, и мы пока возвращаемся назад. Что ж, кстати, да. Вот, кстати, мой самый любимый герой все-таки является Джо. Вот, но я думаю, сегодня я его не буду брать. Вот, давайте-ка возвращаемся назад. Я возьму сварщика. Опять же, один из любимых шахмеликских персонажей. Довольно-таки интересное оружие. Это вот винтовка М16 с гранатометом. Плюс у него есть огненный гранатомет и спутник, которым он давит врагов. Надеюсь, это нам тоже поможет победить. По крайней мере, в 19-й миссии. Ну, что ж, посмотрим, удастся ли герою справиться. Мир жесток. Итак, вредная курица бежит в атаку. Вот, часть сбиваю. Я просто в шоке. Итак, вредный лист выпускает часть куриц. Вот, сейчас должен сработать гранатомет. Да, вот. Ой-ой-ой, друзья. И курицы продолжают. Итак, надо-надо-надо приходить на огненный гранатомет. Вот, иначе вот просто не выживем. Я просто в шоке. Смотрите, что творится. Вот, как бедняга сварщик выживает, друзья, я не знаю. Вот, пытаемся останавливать кур. Ну, просто невероятная миссия. Вот, подрываем кур. Вот, вредные лисы вставили в заднее место им динамитные палки. Запустили на нашего героя. Но сварщик все-таки сумел отбиться от этой волны. Итак, последняя финальная волна. Вот, довольно-таки жесткая. Вот, курицы бегут, подрывают. Вот, удается при помощи гранатомета их останавливать. Но не всегда. Я просто в шоке. Вот это миссия, друзья. Это миссия. И, да, жизнь нашего героя, опять же, обнулилась. Вот, пришлось воспользоваться кристаллами, чтобы восстановиться. Ну, и давайте-ка, друзья, уже по возможности я попробую добить этот лис. Вот, и последнего Росомаку я расстреляю из М-16. Вот так. И так, да. Вот, последний патрон гранатомет добивает противника. Даже не успел выпустить спутника. Слишком жесткая. Вот, была миссия. Вот еще, кстати, никогда, вот кто смотрел цикл видео на моем канале, не удавалось мне потратить столько кристаллов за одну миссию, за одно видео, как в сегодняшней серии. Просто жесть. Просто жесть. Не ожидал, что вот так будет сложно и жестко сражаться. Ну, и тем не менее, друзья, давайте-ка соберем награду. И перейдем с вами дальше. Я думаю, сейчас, друзья, возьмем уже на 20-ю миссию героя Вэя, которого попросил подписчик. Итак, дедушка Вэя, довольно-таки забавный, интересный персонаж. Вот, сейчас у него активирован пулемет. Вот, активирован китайская ракетница дракон. Кстати, очень крутое оружие. И активирован воздушный удар. Надеюсь, этого хватит нам, чтобы победить. Итак, выбираем героя. И благодарю Алексея Самойлова и Супердема за то, что они попросили взять этих героев. Ну, что ж, попробуем посмотреть, удастся ли дедушке Вэю пройти 20-ю миссию. Угадай, кто здесь. Ох, ничего себе, друзья. И медведь. Монстр. Вот только почему он с розочкой, непонятно. Ну, что ж, попробуем уничтожить этого противника. Вот, кстати, с пулемета. Удастся ли дедушку Вэю завалить. Ох, ничего себе, смотрите, как забавно. Вот, оказалось, в середине этого медведя, как матрешки, целая куча монстров. Итак, вредная сова все-таки поселила домик. Итак, давайте-ка посмотрим, как же этот... Итак, друзья, нету выхода. Давайте-ка я приключусь на ракетницу. Вот как забавно, как забавно. Итак, в матрешке медведя выпрыгивает еще часть медведей. Итак, подрываем. Пытаемся выбить сову. Ах, ты вредина. Вот, ах, ты вредная сова. Смотрите, что творит. Вот, ничего страшного. Пока удается отбиваться. Вот, кстати, есть воздушный удар. Давайте-ка я брюху еще китайскую вазу. Попробую оглушить медведя. Итак, неплохо идет в атаку. Удалось... Ничего себе, смотрите. А, средний медведь, он забрасывал нас коктейлями молотого. Я даже не знал, что есть такая прикольная фишка. Итак, пытаемся добить сову. Пока удалось. Вот, активируем воздушный удар. Активируем. Вот. И что? Да, друзья. Вот, вредный медведь нас забрасывает коктейлями молотого. Что ж, это было забавно. Это было прикольно. Но, все-таки, нам удалось победить в этой миссии. Что ж, друзья. Я рад, что нам удалось открыть нового противника. Нового врага. Это медведя, который расслаживается в форме на трешке. Ну, и по традиции, как мы делаем. Вот, удалось сегодня, опять же, сыграть 5 серий. Вот, соберем награды. И сегодня я на этом уже буду с вами прощаться. Итак, в наградах у нас 38 монет. Вот, карточки для Фроста и карточки для Джо. Просто-просто супер. Ну, и сыграли на 3 Камарика, что, конечно же, великолепно. Кстати, дедушка Вэй очень круто сыграл. Видели, без потерь, без каких-то напрягов. Просто шутя, смел и уничтожил всех врагов. Что ж, друзья. На этом сегодня я уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях, кого из героев вы хотите увидеть в битве в следующем видео. Я буду стараться действовать согласно ваших отзывов и комментариев. Ну, и, конечно, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья. До новых встреч.